тема часа мы продолжаем говорить о программе развития человеческого капитала в ржд юлия олеговна духовно-нравственное развитие это какие программы вот предполагает я знаю что их много действует но какие-то возможно дополнительные или вот как здесь прошлый год у нас получается дало толчок развитию волонтерского движения это конечно тоже одна из программ духовно-нравственной поддержка нашего корпоративного волонтерства это содействие нашим волонтерам в их социальных потребностях помочь другому и мы поддерживаем это направление и развиваем его если в прошлом году это в основном были пенсионеры то в этом году это уже и помощь пассажирам и зож и медицинское волонтерство и безопасность движения но волонтер у нас очень активны они сами предлагают многие другие программы которые мы также откликаемся поддерживаем и в этом и есть как бы как раз духовное развитие наших сотрудников к ним тем более сейчас еще подключается более старшее поколение серебряное волонтерство также у нас много корпоративных социальных проектов о которых я упомянула и вместе с детьми и с семьями и также с другими членами семьи которые вместе есть это и профориентационные программы в которых участвуют наши сотрудники также мы будем делать целую концепцию культурно-массовых мероприятий о чем мы тоже будем сообщать на нашем сервисном портале скоро появится эта страничка где будут про все мероприятия и проекты анонсированные все эти программы и можно будет заявляться на них и участвовать но сейчас тоже много программ но мы будем их масштабировать и развивать еще в большее в этом направлении юлия олеговна но такая забота мне кажется я человека требует отдачи всей душой ну мы для этого и прописываем нашу программу чтобы у нас сохранялись те кадры которые интересны в том числе и компании которые соответствуют ценностям компании и приверженные ей как я уже говорила династийно и приводят своих детей к нам и вкладывают свой труд в результаты компании именно таких сотрудников мы в первую очередь и будем мотивировать наших программ для этого мы предусматриваем адресность когда например программа твой выбор это софинансируем пакет новая программа где может сотрудник от категории от стажа от своих достижений выбирать те услуги которыми он хочет воспользоваться конечно будет категорироваться и программы и те мероприятия которые предусмотрены будут конечно от категории сотрудника от вклада его тоже в результат компании обязательно учитываться юлия олеговна правильно ли я понимаю что программа рассчитана до 2025 года но ежегодно это комплекс мероприятий то есть каждый год он разбит на определенные фазы этапы да конечно мы помимо утверждения самой программы утвердили мероприятия конкретно на 21 год и каждый год будем утверждать новые мероприятия то есть сейчас у нас определенный набор мероприятий под каждую из той задачи и сказала под социальное развитие под духовно-нравственное под физиологическое в этом году мы дали большой старт прошлом году подписали документ по здоровом образа жизни в этом году дали старт соответственно провели различные мероприятия в том числе неделю здорового образа жизни в компании и появляется например в этом году здоровое питание соответственно следующий год по результатам того что было сделано будет либо обновляться либо дополняться либо что-то развиваться это и новые программы оздоровления и новые жилищные программы потому что сегодня у нас два направления жилищной политики это предоставление жилья жилищного фонда компании на период нахождения в должности а второе это помощь приобретении по ипотеке мы понимаем что не вся категория сотрудников которые бы хотела поучаствовать жилищной программе сейчас охвачена и должен быть более богатый выбор поэтому мы с банками партнерами работаем над другими программами именно для наших железнодорожников индивидуальными программами которые сейчас уже некоторые появились и также будут разрабатываться и в дальнейшем также мы думаем над программами жилищными для высокопотенциальных сотрудников для удержания и привлечения той категории которая вот нам нужна о чем мы с вами ранее говорили что тоже категорировать и учитывайте труд и вклад работника в результаты компании и этим ему возвращать ту заботу которая будет более и более с результатами его труда с точки зрения реализации всех этих программ если говорить об опыте 2020 года какие-то вот эти онлайн форме нововведения они будут продолжены у вас вот работа в онлайне конечно мы сейчас проанализировали этот опыт мы посмотрели что он может прекрасно дополнять эти программы оффлайн которые шли потому что не все сотрудники могут либо приехать на мероприятие не все дети особенно у нас есть детки с ограниченными возможностями могут приехать в лагере поучаствовать каких-то мероприятия и поэтому онлайн формат будет дополнять основной формат для того чтобы расширить круг тех кто хочет поучаствовать количество тех кто хочет поучаствовать и объединить, например, полигоны, либо города, чтобы тоже сотрудники одновременно и на момент могли принимать участие в разных мероприятиях, а также от друг друга получать обратную связь. А вот с точки зрения программы, связанная со спортом, тоже к вам? Конечно, да. Спортивные мероприятия, они входят у нас в как раз блок физиологического благополучия. Это программы ЗОЖ и плюс спортивно-массовые мероприятия. ЗОЖ получила очень хорошие отклики. Мы, конечно, ждали большого отклика, но что настолько большой отклик будет от наших сотрудников, насколько им понравилось, и 220 тысяч работников по всей сети поучаствовали вот в этой неделе ЗОЖ. И, конечно, мы сделали выводы о том, что необходимо вот такие марафоны делать периодически, может выходить на какую-то постоянную основу, добавлять, наверное, соревновательный момент, чтобы сотрудники видели, кто сколько там прошел шагов, кто правильно питался эту неделю или следующую, сколько правильно там выпили воды и все остальные мероприятия, которые ходят комплексно в неделю ЗОЖ. Ну а что касается спорта, то для развития его именно на линейном уровне, у нас с 2019 года были созданы физкультурно-спортивные клубы. Это такие клубы, которые находятся либо непосредственно на предприятии, либо рядом с предприятием, чтобы сотрудник имел доступ в любое время позаниматься спортом. И сейчас их уже более 580 таких клубов. Мы их развиваем, дополняем и смотрим, где еще они необходимы. И, конечно, тогда все сотрудники могут сходить в спортзал, поучаствовать в физических упражнениях, выйти на уровень уже каких-то соревнований, благодаря тому, что есть рядом спортивный объект, на котором можно позаниматься спортом. И если сейчас по итогам прошлого года у нас проценты сотрудников, которые занимаются спортом, 36%, то вот как раз один из показателей, это 55% занимающихся спортом. Мы поставили себе задачу вовлечь пропагандой, ФСК, мероприятием. 55% наших сотрудников в 2025 году должны заниматься спортом. Какие молодцы! Мы идем по всем направлениям, охватываем полной заботой наших железнодорожников, заботимся о каждой сфере. Что касаемо детей, мы уже затрагивали эту сферу, говорили про детей, но вот в рамках того, что сейчас наступает летний сезон, можете ли вы сказать что-нибудь о вашем ли это ведении Департамента социального развития, детский отдых? Да, конечно. Сейчас мы очень рады, думаю, не менее, чем родители и дети, что наши лагеря открываются. У нас их порядка 60. Мы все их готовим к приему детей. Будет оздоровлено у нас порядка 40 тысяч детей в этом году. У нас есть как раз в программе до 2025 года единая концепция оздоровления ребенка в детском лагере, которая будет в себя включать как развитие ребенка, отдых ребенка, профориентационные мероприятия. Сейчас мы внедряем в этом году несколько учреждений, будут как раз заниматься ЗОЖ, ту, которую проходили родители. Теперь мы в нескольких опробуем как раз тоже такую же программу ЗОЖ, как дети на нее отреагируют. И вот этот комплекс разработанный, думаю, к 2022 году мы разработаны, будет стандартом, и мы применим его во всех наших детских лагерях. То есть сбалансированно затронуть все сферы жизни ребенка, заинтересовать его, чтобы он отдохнул, поразвлекался, и в то же время было какое-то развитие. И культурное, и духовное, и спортивное. И получил, естественно, сведения о железной дороге, и, возможно, приобщился там к какой-то из профессий, чтобы уже в дальнейшем делать шаги в сторону железной дороги. Вот с точки зрения пожеланий железнодорожникам в рамках вот этих программ, чего бы вы им посоветовали? Я бы советовала долго и плодотворно работать в нашей компании, приносить ей пользу, не забывать о своем здоровье, и мы, как компания, будем о вас заботиться. Спасибо вам большое. Спасибо.